Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала! Такие застарелые, заматерелые, кое в чем соображающие. Для вас, конечно, это будет не новость, а вот для всех остальных я расскажу две истории о сахарном диабете. Я летом покупаю газированную воду с сиропом в киосках. Ездим в одно место покупать продукты, там стоит киосочек, и я как раз там покупаю водичку, там работает женщина пожилая, чуть помладше меня, может побольше, чем младше. Ну, она такая, полненькая. И вот мы с ней разговаривали насчет сахарного диабета. Она говорит, я любила, приду домой после работы, туда-сюда, сяду перед телевизором и наяриваю какие-нибудь там печенюшки или еще что-нибудь. Муж говорит, а, опять ты там ешь, нельзя, там ее зовут Валя, нельзя, Валя, может там что-нибудь приключится, типа сахарного диабета. Я говорила, а, отвали, отвали, не надо мне тут лялякать, что я тут должна делать, что я не должна. Ну, вот, так она там жила, поживала, височек набирала, набрала височек. И вот, совсем недавно, сахарный диабет, признаки. То есть, вначале, знаете, он обозначит себя какими-то такими плохими вещами. Естественно, обратилась в больницу, ей сказали, так и так, сахарный диабет второго типа. И все, и вот ту привычку, привычку, придя с работы, сесть перед телевизором, так, знаете, так, накушаться или там мужа уложить, закрыть спальню, на кухоньку, маленький телевизорик смотреть и тут что-нибудь так наминать. Пришлось отложить. Особенно привычка наедаться на ночь. Движений, естественно, мало, что там в киоске торговать, стоишь и все, там наливаешь эту водичку, продаешь. То есть, движений мало, пищи много, тело поправляется, потом она поправилась, дальше уже вроде как некуда поправляться, значит, что надо делать. А пища все сюда поступает, значит, просто надо ее выбрасывать. Вот так вот называется сахарный диабет. Клетки энергию не тратят, им она не нужна. Иначе она сбрасывается в виде мочи лишней. Вот тебе и сахарный диабет второго типа. Она молодец. Начала движение, двигаться. На ночь не есть. Говорит, я уже тут сбросила около 10 килограммчиков, хотя еще тут это. Чувствовать стало себя намного лучше. Что касается этого диабета, особо я не ощущаю. И продолжаю. У нее дочка. А у дочки сахарный диабет первого типа. Дочка лет, наверное, ну пускай где-то, наверное, 27 так. Ну примерно так, плюс-минус там года 3. Что там получилось у дочки, не знаю. Но все началось и продолжается с характером. Вот что-то у человека не получается, что-то не ладится. Ну в любой, в любой отрасли человеческого бытия, да, что-то там не ладится. И вместо того, чтобы, знаете, задуматься, а почему же у меня не ладится. А что надо сделать для того, чтобы ладилось. Или вообще тогда это дело закрыть, чем-то там другим заняться. Ну не ладится, ну что делаешь. Вот человек сострадотачивается на себе. То есть он начинает злиться. Вот у него что-то не получается. Допустим, не получается с молодым человеком образовать семью. Не получается там с работой. Ну это, к примеру, перечисляю. Не получается там еще там с чем-то, там с жильем. Не получается еще. То есть причин много. И человек, вместо того, чтобы подумать, почему не получается. И как сделать, чтобы получалось. Он сострадотачивается на себе, на вот этих проблемах. Сосредоточение на себе. Что означает? Вот у нас центр. И вот все вот эти эмоции негативные. Это, я считаю так, это энергия, которая, как магнитное поле, начинает в этой области концентрироваться, уплотняться и делать свои вещи. А именно, допустим, здесь у нас как раз расположено, что поджелудочная железа. Значит, в этой поджелудочной железе начинают идти процессы. Ну, допустим, какие? Ну, хотя бы сжатие протоков. То есть спазмы от того, что человек нервничается, сострадотачивается на себе, злится, раздражается и так далее. И она как раз говорит, что ей не скажи. Она сразу заорала. То есть ее тут никак не трожь. И она думает, что это хорошо. Не думайте, что это хорошо, если вы там вспыхнули. Вот что-то тут вы показали. Вы показываете вот этим вспышкой свою бессинность, свою глупость. Вместо того, чтобы решать проблему, вы тут вспыхнули, разразились какими-то фонтаном негатива. И думаете, тут проблема решится, что-то там-то такое будет. Нет, ничего не решится. Наоборот, вы только хуже себе сделаете. Плюс вы еще настроите самых близких людей против себя. И в добавок еще получите вот это вот, по этой цепочке психосоматическое заболевание. Я вам рассказываю вот такие вот истории для того, что порой важно не столько знать вот лечение, что надо сделать, рецептик дайте от этого. Ну, дали вам рецептик там, вы даже, он оказал хорошее действие. Вы повернулись, опять начали вот такое слово изгрешить. Своими мыслями, своими эмоциями, своим настроением. Вы опять начали раздражаться, вы опять начали вот это. И все, естественно, вернулось. Вы не изменились. Важно из этих двух вот историй, которые я рассказываю, вынести для себя, от чего это получается. И не надо никаких таблеток, никакого лечения. Если вы вот это поймете, откуда это все берется, и просто-напросто измените свое отношение к окружающим. Изменив это отношение, вы по-другому начнете воспринимать окружающее. И то, что у вас творилось внутри и вокруг вас, изменится в лучшему сторону. Наступит исцеление. Вот у мамы наступило исцеление, потому что она поменялась. А дочка пока еще не дошла. Человек взрослый. Никто такие вещи вам не рассказывает. Вам, ребята, так знаете, таблеточку, таблеточку, таблеточку. Так что хватайте на усик.